Седьмой международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоялся 6-7 июля 2015 года в городе Ханты-Мансийске. Форум прошел на земле Ханты-Мансийского автономного округа Югры, региона уникальной культуры, одновременно сочетающей в себе тысячелетнее культурно-историческое наследие, колорит жизни малочисленных народов Севера и владение самыми современными технологиями постиндустриальной эпохи. Гости форума также познакомили участников мероприятия с самобытностью своих культур, исполнив в приветственной части программы национальные песни и танцы. Организаторы форума – правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и администрация Томской области. Под эгидой ЮНЕСКО в рамках форума прошла всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их развития в киберпространстве. Форум формировал свои решения в период председательства России в преддверии саммитов БРИКС и ШОС. При этом акценты делались прежде всего на решении вопросов и объединении возможностей нано-био-информационных и когнитивных технологий. В рамках форума показаны достижения регионов стран БРИКС и ШОС в сфере IT, как в форуме устных выступлений, дискуссий, предложений, так и демонстрации достижений на выставке. Специализированная выставка на форуме проведена под слоганом «Информационные технологии для всех». Внимание участников IT-форума было сосредоточено на обсуждении вопросов предоставления IT-услуг в социальной сфере, особенно на сессиях по стратегическому и территориальному планированию, электронной демократии, здравоохранению, образованию, культуре, жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности жизни, результатам космической деятельности и ГЛОНАСС на службе умного и безопасного региона. Так, на круглом столе ГЛОНАСС на службе умного и безопасного региона, Глеб Кочергин, руководитель Лаборатории информационно-космических технологий, выступил с докладом «Разработка и использование систем персонального мониторинга». На форуме было много представлено интересных докладов и очень много было интересных стендов. В рамках IT-форума проходило множество секций. Одна из них – это ГЛОНАСС на службе умного и безопасного региона. Евгений Карташов, руководитель Центра компьютерных компетенций, докладывал на тему «Система мониторинга в сети интернет информационных ресурсов экстремистской и террористической направленности», а Ярышкин Иван, руководитель Центра защиты информации, вел обсуждение темы «Противодействие угрозам в сети интернет». На выставочном стенде Институт представил свои новые разработки. Система персонального мониторинга, оказывая техническую поддержку двум уникальным экспедициям, загадки Таймыра и притяжения Арктики Таймырское кольцо. ЮНИИД предоставил участникам комплекты оборудования для спутникового слежения за местонахождением и движением экспедиции. АИС-ПОИСК – программное обеспечение для поиска по контексту подозрительных материалов от экстремистской террористической направленности до наркоторговли. Сегодня Центр компьютерных компетенций, разрабатывающий данную программу, плодотворно сотрудничает с ФСКМ и ОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. В Институте регулярно пополняется парк 3D-моделей. Администрация города Ханты-Мансийска проявила заинтересованность в презентации своих проектов на форуме при помощи разработок Института. Комитет социальной политики и администрации демонстрировал туристические объекты, отображаемые в режиме дополненной реальности, созданные программистами ЮНИИТа. В работе форума приняли участие порядка полутора тысяч человек из 30 субъектов Российской Федерации и 37 стран мира, представившие более 20 ведущих университетов и научных институтов и около 100 IT-компаний. В рамках форума ЮНИИТ посетил профессор, заведующий кафедрой информационных технологий одного из университета КНР ИДИНВАН, а также группа международных экспертов-лингвистов. Сотрудники Югорского НИИИ информационных технологий активно работали одновременно на нескольких мероприятиях форума, выступали на круглых столах, проводили мастер-классы и принимали посетителей на выставочном стенде. В рамках IT-форума наш институт подписал соглашение с ТУСУРом, это Томский университет системы управления радиоэлектроники. Соглашение подписано между директором Зыковым Александром Сергеевичем и заместителем директора по науке и инновациям Мессеряковым Романом Валерьевичем. Договор подразумевает взаимодействие в рамках образовательной деятельности по защите информации. И в рамках научной деятельности здесь имеется в виду прикладные научные исследования по семантическому поиску. Закрывая работу двухдневной насыщенной программы, заместитель временно исполняющей обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Александр Ким резюмировал. На выставке было представлено очень много интересных и перспективных разработок. Мы наметили ряд проектов для взаимодействия и на уровне федеральных органов власти, и муниципальных образований, и бизнес-сообщества. Честно говоря, очень грустно расставаться с таким форумом. Завершился седьмой международный IT-форум Ханты-Мансийский с участием стран БРИКС и ШОС. В рамках мероприятий форума мы показали свои новые разработки Центра космических услуг, Центра компьютерных компетенций. В целом, считаю участие в форуме успешным, но думаю, что не стоит расслабляться, необходимо начинать подготовку к следующему мероприятию.